Всем привет! Это Мамыкин ТВ. Дипломат, философ, публицист, ученый-арабист Михаил Ильич Якушев. Гость этого выпуска. Встречайте. Здравствуйте, Михаил Ильич. Добрый день. Вот скажите, вы могли предвидеть, предчувствовать, спрогнозировать 7 октября прошлого года в Газе? Честно говоря, этот прогноз, он должен быть такой нерезкий, наверное. Я ожидал, что больше издеваться над палестинцами уже больше невозможно. Потому что то, что весь мир увидел 7 октября, те, кто занимался палестинно-израильским конфликтом, а мы этим занимались долгие годы и накопили вот эти седины, работая в кабинетах Министерства иностранных дел и работая в посольстве на Ближнем Востоке, мы удивлялись терпению палестинского народа. Потому что так издеваться над ними, ну, последние, так сказать, если сто лет начало вот этой программы, запущенной сионистами уже с начала 20 века, с конца 19 века вот и сионистский конгресс, который принял решение вот эти заселения Палестины, и начало 20-го столетия это стало реализовываться. И у нас евреи Российской империи стали активно пополнять ряды сионистов, которые проникали на Палестину. Достаточно вспомнить Юсефа Тромпельдора, героя русско-японской войны, без руки, он пользовался большим авторитетом, в русской армии ему отдавались честь, гимн исполняли в его присутствии герой. Но заразился сионистской, так сказать, пропагандой, уехал туда и был убит в Ливане, захватая ливанские земли. Ну, со словами, как хорошо умереть за Родину. Вот это ливанская территория, как раз на галилейском пальце сейчас между ливанской и тогда еще палестинской территорией, а сейчас это уже территория Израиля. Говоря об этом, палестинцы, понимаете, мы последние десятилетия очень плохо были информированы о том, что происходило на территории исторической Палестины. Потому что историческая Палестина — это древняя территория. Ну, возьмем, да, и Северинскую империю, она была поделена на сирийские провинции, которые подчинялись и палестинские провинции, там три было провинции, и они были под сирийскими административными единицами, подчинялись Ветхому Риму. И вот эта традиция, она дошла до Османской империи. Знаете, удивительно, что очень важно на большом промежутке рассматривать это. И тогда, когда вы понимаете, что нынешние границы, как вообще границы всего современного мира, они настолько иллюзорны, что когда ты занимаешься просто до Османской империи, то для меня не существует нынешних границ. То есть я их не вижу. Я понимаю, что они есть, но они ниточки такие, которые незаметные. Поэтому это можно перенести и на остальной глобус, на земной шар, что вот те границы, которые нынешние сейчас, они как бы официально приняты, мы воспринимаем их как что-то такое, так сказать, святое. На самом деле, то, что сейчас происходит в мире, особенно на Святой Земле, этих границ не существует. А в свое время вот эти филистимляне, которые приняли удар еврейских премиум, воспринимали их как пришельцев, это, так сказать, вот читайте Ветхий Завет, там вспомните вот эту историю, когда герой Ветхого Завета Самсон, Шамшун, силач, но жена у нее филистимлянка была, долила, она его, так сказать, предала филистимлянам, филистимлянам, палестинцам, вот это на арабский язык это слово будет, как палестинцы переводится, и сказал, что силу в волосах, вот остригли его, и он был схвачен. А где он был схвачен? В Газе. В Газе был схвачен, закован в цепи, и когда у него подросли волосы, вот он решил, так сказать, и себя убить, и со словами «Умри моя душа» с филистимлянами. И получив небольшую силу, то, что волосы отросли, он эти колонны, которым был прикован, повалил на своих захватчиков, и, в общем, все оказались погребенными под этими каменными глыбами. Из этого вышло выражение у евреев, что Газа проклята. Но интересно так, что она действительно проклята там, если были израильтяне, то только в виде армии, она называется «Армия обороны Израиля», но оборонявшаяся армия, она почему-то постоянно всегда захватывала палестинские территории. Ну, так получилось случайно. И когда они все-таки приняли решение уходить, то оставили в ее присутствии там все-таки рождался Хамас. Поэтому то, что мы видим, происходит 7 октября, ведь у вас на ваших глазах, под вашей оккупацией, полной оккупацией военной Газы, родилось вот это движение «Хамас». Причем по-арабски слово «Хамас», если эта аббреватура сложная из нескольких слов, то это вообще воодушевление. Само слово «воодушевление». Вот это воодушевление воодушевило вот эти отряды активно бороться с государством Израиля. Хотя они были созданы, так сказать, при молчаливом участии, согласии, а может быть при подпитке. Сейчас мы видим, что Израиль непосредственно оказывал содействие для того, чтобы использовать эту группировку против законного правительства Палестинской национальной администрации. Замечу, очень важно исправить ту ошибку, которую мы постоянно слышим из уст даже самых высокопоставленных представителей. Мы часто слышим «Палестинская автономия», «Палестинская автономия». А это неправильное утверждение, потому что тем самым мы допускаем серьезную, грубую политическую ошибку. Потому что когда готовили мирный процесс, а мы были тогда в МИДе, я тогда служил в посольстве Советского Союза в Тунисе, мы готовили Мадридскую мирную конференцию. В 1991 году она состоялась. И когда писали терминологию, что какая будет власть палестинская, это было self-rule или self-ruling government на английском языке, то есть самоуправляющаяся власть. Потом это нашло выражение как «Палестинская автономия». Но там нет слова «автономия», потому что когда мы говорим «автономия», мы тем самым признаем оккупацию Израиля законной, что на территории Израиля есть автономия, которая, так сказать, Израиль, которая как имеет право ей, так сказать, руководить и править, и арестовывать, и морить голодом. А на самом-то деле сама Палестина с приходом туда именно после декларации Бальфура в декабре 1917 года, после нашей Великой Октябрьской социалистической революции, как-то ни странно, когда Россия отказалась и от проливов, и от Константинополя, и фактически от поддержки восточной православной церкви, а эти церкви, которые были частью субъектами Османской империи, включая Константинопольский патриархат, Александрийский, Антиохийский, Иерусалимский и даже потом и Кипрская церковь, это все были в составе Османской империи, и вот эту поддержку они постоянно получали от Российской империи. Вот революция разрезала эти связи, и церкви оказались, так сказать, без вот этой поддержки и политической, и финансовой, и духовной, потому что паломников больше не было. И это место тут же занимает британские войска, устанавливается от Лиги наций британский мандат, и за спиной у арабов, которым обещали единое арабское государство за то, что они только помогут британцам освободиться от османских войск на территории исторической Палестины. Тогда это была Палестина, никакого Израиля не было, историческая Палестина. И вот и в Сирии, и то, что мы сейчас знаем, Ливан, очень важно было использовать арабы как пушечное мясо для того, чтобы изгнать оттуда. А в обмен обещали арабам, эмиру Хусейну, хашемитской вот этой династии, что они получат власть над вот этим единым государством. Обманули. Причем, если вы посмотрите Лоренц-Аравийский фильм, там это очень хорошо показано. То есть арабам говорили одно, а евреи посылали специальную бумагу лидеру сионистского конгресса Ротшильду, бумагу за подписью министра институтных дел Артура Бальфура, в котором говорилось, первые строчки были, что правительство его величества в Великобритании благосклонно рассматривают идею создания национального иудейского очага в Палестине. Вот дословно так. Причем, подчеркиваю, не еврейского, а иудейского. Мы часто делаем тоже ошибку. Мы путаем евреев с иудеями, а это две большие разницы. Этнос и вероисповедание. Поэтому есть иудейский квартал в Иерусалиме, но есть еврейский университет в Иерусалиме. И когда я спорю с раввинами, что у вас разница есть на всех языках, еврей и иудей, это разные вещи. И даже слово непривычное для уха у нас здесь жид, это польское или малоросское слово, жвив от иудей. А это значит, человек исповедует иудаизм, это вера его, это внутреннее, так сказать, дело. А еврей, он может быть и христианином, и иудеем, и мусульманином, и просто неверующим. И поэтому слово еврей для жидов из Польши и Украины было неприемлемо. Значит, это люди, которые могли всегда отказаться от своей веры. В общем, после Второй мировой войны и коннотация слова жид не может сейчас это считается как оскорбление и прочее, прочее оскорбление. И главное, что это проходит и на наших каналах. Вот поэтому я внимательно, пожалуйста, прошу телезрителей обратить внимание на использование терминов, которые исходят из уст даже самых высокопоставленных деятелей. Нет палестинской автономии, вот, и не надо путать иудея с евреем. Поэтому мы с вами касаясь вот этой истории, мы сказали Газа, вот на ней остались Газа. Газа у евреев она в сознании, Газа проклята. Вот они говорят, Газа, это проклятое место, проклятое место. Арабы это часто повторяют, что вы же знаете, Газа Малауна, она проклята. Для кого? Она проклята для потомков Самсона. И они, в общем-то, так сказать, войска свои запускали, потом выходили. Это не то место. Но когда 20 с лишним лет назад там обнаружили на шельфе богатейшие запасы газа и даже нефтеисточники, то по-тихому решили это дело, так сказать, засекретить. Англичане подсуетились и эту тему готовили. А палестинцы, понимая, что это, так сказать, дает возможность независимости и в том числе в финансе и в экономической, они активно развивали это сотрудничество и думая, что все у них получится. Но когда Хамас науськиваемый израильскими спецслужбами выбил в рамках своего анти-палестинского восстания против законных властей, изгнав их, фактически заставив переместиться на западный берег реки Иордан, они себе вот этот кусок отломили, но фактически они, как мы сейчас видим, готовили его для того, для чего? Для того, чтобы в будущем отдать его кому-то. И мы видим, что слишком рьяно на Таньягу пошел вот эту атаку и без... Он как слон в посудной лавке. То, что он делал, это даже американцы завопили, это камни заплачивают, понимаете, воскликнули, что-то... Это невообразимо. То есть мы сейчас... То, что вот сейчас тишина такая идет, это потому, что информация туда не поступает. Израильтяне делают все возможное, чтобы это дело прикрыть. Но я хотел бы обратить внимание на то, что вот эти последние 30 лет все-таки израильтяне в этом смысле молодцы, они, захватив большую часть подавляющейся мировых смы, они сумели приглушить мировое сообщество и делать вид, что как будто в Палестине, на Ближнем Востоке в Богдане все спокойно, а уж в Газе тем более. Потому что там вот такие бомбежки, налеты самолетов против домов под гиды того, что вот разрушили дом, объяснение было простое перед мировым сообществом. А там этот дом террориста был, и мы его взорвали, но мы его взорвали, а семьи там не было. Или в машине мы взорвали вот машину с самолета, это был террорист. Но не было ведь никаких следственных действий для того, чтобы понять, а точно ли он это был. И когда попытки кто-то из западных корреспондентов предпринимались, пытались, то потом или деньгами, или еще каким-то способом, так сказать, желание у них пропадало узнавать об этом. И мы об этом, естественно, не знали. А число погибших палестинцев множилось, множилось, множилось. Поэтому вот сейчас у меня такое ощущение, что Нетаньяху где-то должен понимать, что вот сейчас ему конец. Потому что он должен был быть посажен раньше гораздо. Но он уходил из-под топора. Вот я хочу зацепиться за ваше слово на Уськи воемы и израильскими спецслужбами. Была же версия, она обсуждалась в прессе, что спецслужбы Нетаньяху проспали атаку 7 октября. Да, конечно. Не знали. Ну то есть они первый раз проспали убийство из-за карабина, когда израильские спецслужбы в рейтинге опустились и перестали быть лучшими в мире. И сейчас, получается, казалось бы, проспали второй раз, но, слушая вас, я понимаю, они проспали. Я тогда был в Израиле. Как раз его убили в 500 метрах от моего дома. Когда я мимо проезжал с семьей, они пели песню о мире с Шимоном Пересом, народ стоял на площади. Тогда левые силы были достаточно сильны. Вот сейчас мы видим, что левые силы то ли боятся, то ли слабы, то ли... В политической системе Израиля критерии правизны и левизны это только отношение к конфликту с арабами. Это не классическая европейская такая политологическая линейка. Ну, мы говорим, что у нас Украина, так сказать, живет на, так сказать, на глобусе Украины, но и в историческом плане преподавание истории и та история, которая подается в школах, в ешивах в еврейском государстве, она такая же, как на Украине. Вот люди живут по выдуманной, придуманной истории, самые древние, самые, так сказать, умные и самые, так сказать, прозорливые. Но когда с ними начинают, говорят, люди тоже образованные и пожившие кое-где и изучавшие кое-что, то вся эта спесь, она уходит. И в свое время меня приглашали даже в израильское посольство читать лекции по истории русской прославной церкви. Они делали семинары для израильских дипломатов, которые в Москву приезжали и изучали нас, что у нас в России происходит. И церковная тема православия, она была интересна для израильтян, потому что когда делал фильм в 2005-2008 годах «Русская Палестина», то посол Израиля тогда говорил, «Михаил, какая русская Палестина, это же наша, это Израиль, поменяйте название». В общем, в добрых были отношениях, я говорю, «Ну не могу поменять название, потому что это пришло, не вчера родилось, не в 1948 году по резолюции Генеральной Ассамблеи 181-2. Она в Российской империи была, когда еще государства не было, ни Израиля, ни Палестины. Поэтому ты уж меня извини, тут и исторические источники. А сейчас «Русская Палестина» попробует, никого и не смущает. Как важно, так сказать, потому что история, есть доказательства, а когда доказательств нет, приходится высасывать что-то из пальца, и потом в конце, в конце люди выходят посрамленными. Вот сейчас такая штука, что все те наработки, которые израильтяне как бы пытались добиться в отношении себя, что, так сказать, правомочность их присутствия, и вторжения, и приезда на историческую Палестину, вот захват половины Палестины, потом, так сказать, захват той части, которая отдавалась под арабское палестинское государство, у них, что это как бы все законно. Даже мы помним американцы, наши сопредседатели мирного процесса, они возражали против строительства поселений. Что такое поселение? Поселение — это захват палестинской территории, но не просто захват палестинской территории, а захват источников воды, которые стояли на горных вершинах, холмах. И сгон, прежде всего, огораживание, и сгон палестинцев оттуда. И потом строительство поселения. И вот у нас они очень хорошо понимали, что такое поселенческая политика. Ну, да, осуждали, но тогда у нас были хотя бы корреспонденты, там, Феррис Фунсомолюков, в свое время я ему даже переводил у Арафата встречу, да, в Тунисе. Это люди, которые понимали, что такое Ближний Восток. Такая была плеяда журналистов, которая знала Ближний Восток. А потом и вела, естественно, репортажи объективные. А потом потихонечку, помаленечку, в общем, слушаешь и, так сказать, если ты второй канал России, наш корреспондент Пашков слушаешь, ты понимаешь, что, так сказать, ну, человек долго там живущий и... Врос. Врос. Он врос корнями в это дело и он, ну, ты перейди ленточку и на ту сторону и спроси. Слава Богу, есть другие корреспонденты, которые из газа свои репортажи делают и, в общем-то, картина, по крайней мере, можешь сравнить. Ну, вот это журналистам все-таки должен быть, конечно, честный и объективный. А сейчас время, уже, как бы, маски сброшены, мы увидели это на ситуации по Украине, сброшены с запада на материном. Маски сбросил наш партнер по дипломатическим отношениям израиль. То есть, вот все, что можно было догадаться из той политики, которая велась в отношении арабского коренного населения, там, особенно арабского населения Палестины, то вот сейчас это все проявилось. И мир ужаснулся. Вот как-то недоужаснулся у меня ощущение. Даже многие лидеры государства, они сочувствуют палестинцам в Газе, да, населению мирному. Но как-то после этого сочувствия... Потому что очень правильная была политика, так сказать, израильских СМИ, чтобы, так сказать, убедить народ во всем мире, что, так сказать, вот Израиль, это древнее государство, существовавшее. И люди эту историю, которая им преподается, они взяли... Очень интересно в этом смысле и израильские историки, которые пытаются, правду сказать, раскопки делают, ищут, так сказать, говорят, ну нет доказательства. Они говорят, ну как-то, вы не евреи, вы, значит, не иудеи. Они говорят, это не мы иудеи, мы евреи, но мы же археологи, мы же копаем, другие, так сказать, артефакты у нас появляются. Здесь идеология, здесь уже сионизация всего. А сионизм это политическое течение, и когда сионизм уже сейчас, он врос в иудаизм, вот это уже страшно. Потому что иудеи, есть же такое направление, течение, которое не признает создание государства израиля. Почему? Потому что должен прийти мессия, машех, и он своей волей, он должен принести и создать израильную землю. А то, что сейчас, это сионистское образование. Это они говорят. И это как бы доказательство того, что, ребят, что-то не так. Давайте, так сказать, разбираться. Но разбираются, видите, как бы. Поэтому, к сожалению, эта проблема, она в свое время, не поверите, я еще, да, я уже перешел в фонд Андрея Перозванова, но приехал на конференцию по Ближнему Востоку в Санкт-Петербург. И мои коллеги, друзья из МИДа тоже были там. Я пошел на завтра, ко мне подходит Уильям Бернс. Ух ты. Да, посол Соединенных Штатов. А мы с ним познакомились где? Конечно же, в православной церкви. Каждый год в 11 сентября убили в колокольчик и поминали, так сказать, павших американцев. Но говорили мы с ним на арабском языке. Он практиковал, я практиковал. А чего его нет? И поэтому он подходит, говорит, можно с вами позавтракать? Вместе, да. Он попросил о встрече нас с Салтаном, он был замминистра, спецпредставитель президента. Я позвонил, он говорит, да, сейчас вот оденусь и подойду. Сидели мы с ним рядом, он дал даже свое выступление, с которым выступил на этой конференции. И мы знали прекрасно, что он один из немногих, наверное, американских дипломатов, чистых дипломатов, не спецслужбист, который понимал Ближний Восток, потому что он изучал язык и служил, по-моему, послом в Ордане был. И с ним было интересно говорить, что он был заинтересован всегда. Как он спросил, как вы относитесь к нашей конференции, мы проводим в Неаполисе палестино-израильскую встречу. Я говорю, прекрасная идея. Я говорю, ну еще 2-3 тысячи лет потребуется, чтобы решить арабо-израильский конфликт или палестино-израильский. Вот с языка сняли мы следующий вопрос. Насколько очень аккуратные, очень взвешенные дипломатические фразы и президента Путина, и главы МИД Лаврова в последнее время о том, что мы выступаем за создание двух государств, арабского и еврейского, в границах 67-го года? Насколько это может стать реальностью или действительно 2-3 тысячи лет еще подождать? Вы знаете, то, что в границе 67-го года, вот надо понять позицию Ясера Арафата. А мы по ночам встречались, я был толмачом у посла, и поэтому мы говорили настолько откровенно дома, меняли расположение и уже за ним гонялись в Тунисе. И мы каждый раз нам сообщали за час, где будет определенная встреча. И он тогда говорил, ну, он нам очень верил. Он говорит, ну, я уже вы... Арафат в Советском Союзе. Да. Настолько верил, что мы убеждали, что надо принять вот эту 67-ю границу. Он говорит, ну, это вы поймите. Мы уже, так сказать, вы заставляете нас не только курки снять, а и штаны. Перед тем, перед тем, перед Израилем, который у нас отобрал то, что, так сказать, 67-й год, это уже итоги июньской войны 1967-го года, когда Израиль, а у него даже в 48-м году по резолюции Генассамблеи даже Иерусалима не было. Иерусалим был корпус сепаратом по решению Генассамблеи ООН. То есть это под контролем ООН и Иерусалим, и Вифлеем, соединенные вместе. Никакого здесь Израиля, даже палестинца нет. А в 49-м году закончилось вот это простояние и была разделена линия. Ноумензон разделяло палестинцев старый город и восточный Иерусалим и дальше западный берег Иерусалим и Израиль от Кинг Давида, который они взорвали израильские эти хагана в 1946-м году. Уже это заканчивался новым Энзон линия и можно было израильские то есть эти иорданские стрелки могли стрелять по гостиницам в Тиче на расстоянии километра. Это было место, где очень много погибло людей, которые переходили от израильского сектора в палестинский. Но это уже часть, это уже было в нарушении решения Генассамблеи ООН. То есть и палестинское, и израильское государство, они созданы на основании чего? Волеизливления Генеральной Ассамблеи ООН. И когда сейчас руководители Израиля или, так сказать, там, министр заявляют, а кто такая ООН, пусть она заткнется и пусть они, так сказать, замолчат, это расселение, что Андрей у Гоголя Остап, там было два сына Остапа и Андрея, он Тарасу Бульбе говорит, батя, ты, так сказать, ты кто такой? А тот не может ему сказать, я тебя породил, я тебя убью. Вот такое, с головы на ноги все это перестановлено, она говорит, удивляется, да вы же порождение чего? Решение ООН, решение не просто не Совета безопасности, а Генеральной Ассамблеи. То есть решение, которое не обязательно к выполнению. Так вот, Арафат всегда это помнил, и палестинцы это помнят, то есть на их землю пришли люди, которые скупали сначала большие территории. А потом зашел, говорит, один товарищ и не выходит. Помните фильм наш известный Абдулла? Вот зашел один товарищ и не выходит. Вот этот товарищ зашел, не просто он не выходит, он выгоняет хозяина. Вот эту ситуацию мы не представляем. А арабы с этим живут. И они могут понять, как международное сообщество, почему оно нас приговорило к такой участи. А им говорят, ну это решение международного сообщества, генассамблея. Они говорят, ага, у вас такая молодая организация только родилась в 45-м году, а в 47-м году принимает такое решение. А Лига нации, так сказать, из которой Советский Союз вышел, это вообще непонятно что. Она мандат Британии и Франции дала на оккупацию Палестины и Сирии. Вот. Что это за организация непонятно? А сейчас мы видим, что международная организация ООН, это вообще непонятно что. это проксиная организация. Ну сейчас да. Сейчас да. Это сейчас. Это сейчас маски-то сброшены. А мы делали вид, что да, это все. Это же идея американская была. Мы подыграли американцам в конце Второй мировой войны идеи Рузвельта, так сказать, ООН и все. А эта организация, товарищ Сталин, так сказать, его слово было настолько весомо, что тут же болгарскую церковь в 45-м году вернули в лоно православных церквей. Когда в 1872 году болгарское дело, Вселенский патриарх собрал восточных патриархов, ну мы тогда не относились к Османской империи, поэтому нас там не было. Но наш был патриарх Иерусалимский. Вот. Он не подписал это как раз решение о том, чтобы отделить болгарскую митрополию, болгарскую церковь, отделить и не поминать ее в Екатиньях в составе православных церквей. И эта ситуация с 1872 года длилась до 1945 года. Но Иосиф Иосиф Иосифович вообще был человеком великодушным. И на две Кореи согласился. И, так сказать, там уступок было много. Конечно. Хотя имел полное право и кулаком стукнуть. Удивительно, как он чувствовал вещи, которые сейчас для нас крайне чувствительны. Вот наперед. Или, например, мы говорим о политике Российской империи. Вот как они могли это предвидеть? Как они работали, чтобы, так сказать, со шведами разобраться с тем, чтобы Прибалтика была в составе Российской империи? И никто тогда не вякал. И оплатил эту покупку. А теперь покупка лает на своего хозяина. Ой, лает. Покупка русских людей депортирует. Покупка памятника сносит. В этом смысле, понимаете, вот это неустройство, оно, Господь это не потерпит долго. Но для того, чтобы понять, с кем мы им делаем и будем уметь дело, будут иметь дело наши дети, наши внуки и правнуки, чтобы они знали, а мы им написали, ребята, вот не надо так себя вести мягко с этими ребятами, потому что вот американцы их гнобят, они им пятки лижут и другие места. Вот нельзя вести себя так, как мы, хотя, с другой стороны, мы русские люди, мы очень добрые, мягкие, отзывчивые, но еще и бывают наивные. Вот как бы это так, доброе сердце уменьшить, а короткую память удлинить? Вы знаете, мне очень нравилась в этом смысле Екатерина Великая. Она ни одной капли русской крови, но она стала православной. И как женщина... С акцентом говорила, да, по воспоминаниям. И как женщина, она, тогда было, по-моему, три на престоле и в Австрии, и в Пруссии, три женщины, которые держали весь мир в мире. А как мужики приходят к власти, начинают мериться, так сказать, у кого больше двуглавая или треглавая мышца. И вот в этом смысле ее политика, она фактически даже переиграла, она тоже была великая, как и Петр Великий, но она сделала то, что тогда Петру было не под силом. Поэтому здесь вопрос, понимаете, вот эта монаршая воля, царская воля, человек связан с Богом, ответственный перед Богом, когда чувствует, вот он помазанник Божий, это совсем другое. И тогда, правда, были моменты, ошибки, о которых мы сейчас говорим, не понимая, что в то время, может быть, и по-другому было нельзя. Но вот сейчас, которые мы ошибки делаем и говорим, нас опять обманули, это у Пушкина, так сказать, ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. Но мы почему радуемся своему обману? Ну, нас не надо обманывать, мы же знали, что с этими ребятами нельзя садиться было вообще за стол переговоров. Мы сели, мы их слушаем, мы выполняем условия, они опять нас обманывают. Вот это что, предательство или глупость? И то, и то, все нам в минус. Поэтому я надеюсь, я надеюсь, что мы все-таки извлечем уроки, потому что русское национальное сознание, а русский, это не значит этнический русский, а где ты сейчас начнешь этнического русского? А русский, это продолжатель идеи Великой Руси, которая постепенно абсорбила окружающие территории, и не угнетая их, как это делали другие империи, передавала им даже больше, чем они заслуживали, она превратилась в такое государство. Но не учитывало то, а мы сейчас уже вооружен опытом, что неблагодарные вот эти приобретенные территории ответят неблагодарностью в будущем. Поэтому надо национальную политику вести таким образом, чтобы не было мучительно больно. И демография, вопрос демографии. Вот сейчас, когда мы пошли по западному образцу, мы сейчас западники. Представляете, мы влились в них, мы просились настолько, возьмите нас. Вот мы экономической системой, мы у них. А они нас убивают, они наши враги. Так надо сначала порвать вот эти нити, связи. И мне кажется, когда нас тряханет посильнее, то мы, так сказать, может быть, даже будем задумываться о том, формация, которая существует, насколько она справедливая. А вы верите, вы видите, что в России момент перековки еще не наступил, я имею в виду, духовную, нравственную, морально-этическую. Конечно. Мы же с вами видим, вот СВО это лакмус, это, так сказать, это философский камень. Вы посмотрите, как начиналось, думаю, ну что, сейчас, завтра мы, если завтра война, завтра поход. А как мы стали меняться? Мы узнали, что у нас есть класс вот этих людей, которые, так сказать, появились у Насти и Ивлеевы. Вот. А их таких много. Они не только на площадках на этих скоморожьях, они, так сказать, появляются и там, пытаются прикрыть. Но сейчас побоялись вот, и замолчали. То есть мы с вами открываем для себя очень интересные вещи, и люди, которые, так сказать, были прозападные, они начинают, так сказать, многие вещи переосмыслять. Вот. И это влияет на всех. Сколько еще нам всем? И нам, русским России, и русским России, и русским мира? Да, я боюсь, но мне кажется, чем больше мы будем получать на орехи, тем скорее у нас произойдут те перестановки, которые мы все Русский человек битьем мудреет. Да. Помните анекдот Юрия Никульна, когда арестовали, так сказать, немца, американца, англичанина, русского немца, фашиста, так сказать, с оружием, они пленные. Это американец, перед смертью что, выпить? Это там женщину, там, много вариантов. А русский, говорит, последний, дайте мне поджопник ногой. Ему дали, он выхватил автомат, это всех перекосил, тебе, ты чего, говорит, он говорит, пока нас по заднице не стукнут, мы, говорит, не включаемся. Вот, к сожалению, это у нас, но это у нас, этнически у нас это сидит, ну а что, вот такие мы. Ну, мне хотелось бы, так сказать, чтобы мы сделали, извлекали эти уроки, и что интересно, вот эти иуды, иудушки, главлёвы, они проявляют себя, то есть, понимаете, они, им ближе те. сейчас вообще такой момент истины, а может быть, не надо их держать, ну уезжайте в свою Канаду, уезжайте в США, живите там, ну живите со своими там ценностями, со своими эссессовцами в парламенте. Лишать прав, так сказать, гражданства, а сейчас все говорят, надо решать гражданство, надо даже, более того, авуары, переводить все в пользу СВО. Меняются люди, и люди, которые вчера еще говорят, не-не-не-не, это по праву человека, сейчас они будут первые, говорят, вносить какие-то там законы, мы видим, что люди меняются, меняются не потому, что они так воспитаны, а потому, что их воспитывает общая обстановка, и они видят реакцию людей. Мы не принимаем этого. Давайте, ребят, пожестче. Все-таки вспомним, что мы имперцы. Чего вы боитесь? Империя, это не местечковые страны, которые, так сказать, вякают и ждут хозяина, который их накроет и будет ими погонять. Мы не такие. И с этим Запад ничего не может сделать. Это что касается Израиля. Ситуация там такая, что я все-таки могу предположить, что Биби долго не сможет там просидеть, и Биби должен сесть. Потому что я постоянно... В общем, как-то уже много раз был должен сесть, а как-то все... Сначала октября я написал статью в Русскую народную линию. Посмотрите, от 10 октября называлась она «Зарница Третьей мировой». И мне стали после нее звонить друзья, коллеги, некоторые, так сказать, и не только, и говорят, ну что же вы, Михаил Ильич, кликаете беду, какая Третья мировая, вы что, зачем пугать? А сейчас... Это 10 октября? Я же не могу сказать, что я правительство, но... Нет, абсолютно. Но я помню, когда, будучи студентом из Института стран Азии и Африки при Московском государственном университете именем Михаила Васильевича Ломоносова, на военной кафедре нам говорили наши преподаватели, что Третья мировая война начнется на Ближнем Востоке. И мы воспринимали это как шутку какую-то и смеялись. Вот военные ничего не понимают. Вот че они нам... Изучали там всю жизнь Ближний Восток. А я уже после армии. Думаю, че они... А я Ближний Восток изучаю. Какая там война? Потом началось... Началось СВО. Думаю, отсюда должно начаться, наверное. А вот... А сейчас у меня такое ощущение, что, вы знаете, уже не так все начинается, как это было раньше, мировые войны в одном локальном месте. Вот это шахматная доска, где Украина — это одно место, где газы — это другое, Тайвань — третье, и там Иран, Пакистан, все точки, другое, и они будут вспыхивать. А это уже зорницы Третьей мировой. 10 октября, там еще не было вот этих видно зорниц. А сейчас они проявляются. Но слово зорницы — это помните, когда проблески такие, всплески? Но зорница — это не значит, что будет буря. Вот что интересно. Это только зорницы. Поэтому, если Господь управит, и в чьих-то головах, так сказать, которых сейчас понимания, может быть, нет, что-то произойдет изменение, не факт, что она состоится. Но ее зорницы надо было чувствовать давно. Это еще можно было и раньше предсказать и предвидеть. Так вот, когда мы видим это, Украина и сектор газа, мы поняли, что это одно и то же. Мы поняли, что Украина и Израиль — это одно и то же. Мы не должны удивляться, почему их советники, и почему они постоянно были там. Мы помним историю Хазарского Каганата, какую веру они исповедали. Были иудеи. Не будучи евреями этническими, а ведь они были иудеями, и они набирали воинов откуда? Из славян. Славяны обслуживали Хазаров. Но при этом их называли неразумными. Советники у них были, ребята, иудеи. Вот они такую веру. Неразумные почему? Они могли даже веру изменить, и книги свои у них написаны на еврите. Но будучи этническими, не евреями. И это очень похоже на то, что происходит на Украине. Почему все руководство евреи? Вот откуда это такое? Это может быть в Армении армянское руководство, моноэтническое государство. В Израиле тоже не пускали, арабов не пускают даже в армию. Вот. А почему армию убили? Вот попробуйте ответить на вопрос. А очень просто. потому что накануне стали появляться статьи, как же так мирный процесс идет еще лет пять, и нас будет, мы будем сравняемся, нас будет меньшинство. И тогда премьер-министр и президент страны может уже претендовать из числа арабов. Это что такое? А государство Израиль, первая статья основного закона, в Израиле, напомню, нет конституции. The basic law, основной закон. Хотя у нас основной закон, мы говорим, это конституция. Нет. Основной закон, это не конституция. У них написано Israel is a Jewish state. Переводим. Jewish ethnical, этнические. Нет, религиозно. И Израиль это иудейское. Иудейское. Конечно, не путаем. И хибру. Помните, я вам напомнил большое? Да-да. Помню, да-да. Да? Благосклонно правительство Великобритания рассматривает, благосклонно рассматривает идею создания национального иудейского Jewish state home in Palestine в Палестине. Поэтому точнее, Израиль это не еврейское государство, это иудейское государство. И когда ты понимаешь, в чем разница, а у нас до сих пор говорят, это еврейское, все пишут, еврейское государство, еврейское государство, еврейское государство. Но по национальности нет, это по вере. А какой там мусульмане? Есть, есть, есть. А там уже под полмиллиона русских, есть, есть. Но они не признают их как православных. Они хотели зарегистрироваться в Израиле, что мы как нация этих православных. Нет, им пишут, так сказать, не иудеи. Да, хотел я вас помочь про хуситов, но как-то мы вышли на такое философское осмысление вообще современного мира, что, наверное, по хуситам нам нужно будет с вами отдельно встретиться. Хусит – это прекрасная тема, прекрасная тема для нас и для телезрителей. Почему? Потому что мы сейчас открываем эту книгу и видим, так сказать, то, что мы не хотели видеть. потому что само движение молодое не набрало даже, так сказать, ну, почти 20 лет. И когда я был в Йемене ровно год, в Южном Йемене, я вообще не до объединения, до объединения. До объединения. Ансару-Ла. Ансару-Ла – это философское название, которое, вот понимаете, есть какая проблема, я попытаюсь в то время, которое мне предоставлено на телевидении, и в том числе и у вас, объяснять название. Баб-эль-Мандепский пролив. Баб-ворота. Аль-Мандеп – это плач или оплакивание. Правда, в переводе часто пишут врата слез. На самом деле, это врата или ворота плача. Есть стена плача, ха-эт-эль-Мапка, а есть баб-эль-Мандеп. И вот чьи-то будут слезы и чьи-то будет плач, это Господь управляет. Но в то время, когда я там был переводчиком, по военной линии, будучи студентом ИСА, но не будучи военным, там была наша база военная, и там наши подводные лодки проходили обслуживание, ремонтировались, и мы там все контролировали, включая Сокотру, которого контролировал Индийский океан, самые стратегические пути. Это советская эпоха, советское время. Понимаете, это имперское мышление, которое мы утратили с утратой Советского Союза. То есть для Запада было важно нас убедить в том, что, ребят, давайте мы с вами будем. Опять это мы доверились. И опять команда Ельцина, молодости нашей, в общем, которая разбежалась здесь, Чубайс. Я почему говорю об этом так, чтобы было понимание. Вот это территория стратегическая, 15% всей мировой торговли. И наши йеменские товарищи, которых вы называете хусито. А хусито это по имени одного из лидеров этого движения, которое в начале 2000-х годов родилось, там был такой Хусейн Бадраддин Аль-Хуси. Аль-Хуси. Но самопрозглашенный имам. И его последователь тоже стал Хуси. Но это не Йемен, большинство у них сунитские, арабы йеменцы суниты, сунитского толка. А это шииты заегиты, это на севере Йемена, которые с 2004 года, когда мы приехали награждать йеменского президента, удивительно, я приехал с посланием пригласить его на нет, был 2005 год, извините, пригласить его на форум диалог цивилизации, приехал наш посол с этим руководителем администрации и говорит, вы знаете, не сможет вас принять начальник его канцелярии. Я говорю, а почему? А договоренность такая была. Он уехал со своими министрами успокаивать какие-то провинции от хуситов. Я впервые тогда, не хуситы будут, а какие-то племена. Тогда еще даже не называли, кто они такие. С нуля вышли. А что за племена? И мы, когда приехали к... Принимал, кстати, министр расстанных дел. Кто я такой? Я уже даже в Меде не был. Я был в фоне Дианда Реперзанова. Диалог цивилизации готовил. Вот. Думаю, как против президента, какие могут быть восстания? И мне даже показалось, что это какая-то попытка, так сказать, меня обмануть и сказать, что там другие какие-то дела. А нет. И на следующий год мы награждаем его диалогом цивилизации, орденом таким. Приезжаем в дворец послом Владимир Владимирович Икудин был. Большой, так сказать, состав у нас нашей делегации, дворец целый. И он выстроил огромную оппозиционную линию. Это моя оппозиция. И держит их за руку. И вот эти люди, племена, они потом и составили как раз ту группировку ансарулла. А вот теперь говорим ансарулла. Это не хуситы, а это гораздо больше. Это ансарулла. Ансарулла это философское, это официальное название, которое у нас были партизаны Аллаха. Нет, не партизаны, потому что в арабском языке ансару Мухаммад, это были его сподвижники Мухаммада, которые его не бросили в 622 году нашей эры, когда его хотели убить. И он из Мекки перебрался в город Яср. который получил потом название Медина-Мухаммад. То есть Медина это город Мухаммада, а раньше был Яср. И он сбежал оттуда под покровом ночи, его хотели убить. И вот эти ансары его защищали. Это были самые верные, самые преданные Мухаммаду люди. А поскольку Мухаммад это наместник был Бога на земле, то есть они вообще назвали себя ансарулла. То есть они теперь Мухаммада-то нет, а они сподвижники Аллаха. Поэтому во-первых, у них лозунг это смерть Америки. Если у полковника Каддафи любимое так сказать выражение было тьфу на Америку, тыс и Амрика, то здесь смерть Аль-Маутли Амрика, смерть Америки. Значит, смерть Израилю и смерть западным режимом и смерть кому? Единоверцам неверным. Аль-Маутли Каферин. И в этот Каферин неверные подпадают и Саудовская Аравия, и Бахрейн. Все, кто с западом сякшался, им тоже, так сказать, они сказали то же самое. Почему? Удар по ним был нанесен и стерпеть они это не могут, потому что они шииты, не суниты. Это ребята другого толка, это ближе к иранскому вот этому шиизму. И связь здесь и политическая, я думаю, и военная, она существует. Но то, что они разрешают проходить российским и китайским судам, это говорит о многом. Вот эти ансар-улла, они нас не включают с китайцами в этот список, они все прекрасно понимают. Но это люди, которые отвечают за свои слова. Если Эрдоган заявляет о том, что, так сказать, Израиль это, так сказать, террористическое государство раз сказал, что он сказал, что Нетаньягу хуже Гитлера, два, это казалось бы, но это ссылаясь на него, это ссылаясь на него, тебе больше ничего не скажешь. Но при этом сохраняет торговые отношения финансовые с Израилем, это балабол для шиита. Суннит Эрдоган за этим, за его словами ничего не стоит. Он не подкрепляет слова делом. А эти ребята подкрепляют. Вот в чем разница. В чем разница шиитов и суннитов для изучающих будущих арамистов и исламоведов. Скажу, что в шиизме, допустим, у шиитов есть такое понимание, как заводжельмута. это женитьба для удовольствия или во имя удовольствия. А у суннитов этого нет. А что это значит? Что в шиизме, чтобы девушку не опорочить, чтобы не назвать ее в проституцию, не обвинить, человек может уехать хотя бы на пять часов командировки в другой город, ему понравится девушка, он объявляет ее своей женой, и она, это называется заводж-альмута. И она соглашается. Через два часа заканчивается их свадьба, и он ее объявляет разведенное перед Аллахом троекратно, как положено в исламе, и уезжает. Вот у шиитов это есть, а у суннитов этого нет. Хотя суннитам жалко, что у нас этой штуки, шутка так. Поэтому это одно из различий. У шиитов можно хулить Аллаха перед врагом, говорить, что, так сказать, непорядочные вещи, то, но если это будет во имя Аллаха угодно, Аллаху цель или убить этого неверного в конце концов, или, так сказать, добиться того, чтобы, так сказать, он признал твою власть. Много мелочей, но у шиитов они очень, ребята, жесткие. Вот если сказал, выполни, или не говори. Поэтому сейчас мы видим, что Иран молчит, но кое-что делает, потому что дела афагаль, они всегда лучше, чем акваль, слова. Вот у сунитов, к сожалению, они больше сейчас на словах, но деяния и дела шиитов подталкивают, подтачивают режимы государства Персидского залива и народные массы все-таки говорят, вот смотрите, как они ведут себя. Тоже мусульмане. А что же у нас это? То есть это подтачивает влияние правящих режимов в этих арабских государствах и мусульманских государствах. Поэтому потихоньку, как и у нас СВО, мы же не мы видим, как мы меняемся, так и у них происходит это отношение и изменение, и отношение к генемону. Уже мы можем, так сказать, видеть ракеты по американским точкам, базам, судам и прочее, захват кораблей, то есть чего нельзя было допустить, так сказать, год назад или два-три. Вот эта смена происходит и она постепенно. Поэтому хуситы для нас, они тоже очень интересны, потому что хотим мы этого или нет, но они наши союзники просто по ситуации, по определению. и наша политика Советского Союза в отношении Йемена и Северного и Южного, несмотря на то, что Северный был социалистический лагерь, ну, социалистический, а этот был социалистический, они и там, и там испытывают уважение и благодарность Советскому Союзу. Вот играет историческая память. Почему? Потому что Советский Союз это была империя. Поэтому нам надо очень внимательно подумать, как нам возвращаться к тем имперским корням, не бояться, не стесняться этого, а гордиться этим, потому что мы империя, и наше создание поменять нельзя. У нас имперский дух. Спасибо вам огромное за это интервью. Это был мыслитель и ученый-арабист Михаил Ильич Якушев. До новых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова